Субтитры делал DimaTorzok Время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Век современных технологий существенно упростил для всех нас многие процедуры. Сегодня при помощи гаджетов можно оплатить коммуналку, штрафы, записаться на прием к врачу. Время душных очередей уходит в прошлое, и это не может не радовать. Наряду с образованием, здравоохранением, государственной услугой в электронном виде оказывает и полиция. Сегодня в их списке более 10 позиций. О том, чем удобнее электронная очередь и какие именно электронные услуги предоставляют представители правопорядка, об этом мы поговорим с заместителем начальника отдела информационного обеспечения штаба УВД по городу Сочи Алексеем Шубакиным. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Добрый день. Вот в недавнем прошлом, чтобы поставить машину на учет, зарегистрировать оружие, приходилось чуть ли не с рассвета занимать очередь. Как сегодня в Сочи обстоит ситуация? Да, было такое время. Сейчас век информационных технологий. Естественно, это все коснулось и преобразовалось в те услуги, которые ранее оказывались непосредственно в каких-то подразделениях, в МВД. И сейчас перечень государственных услуг и муниципальных услуг в электронном виде, естественно, дополняется практически, можно сказать, ежемесячно какими-то новыми услугами в электронном виде. В настоящее время по линии Министерства внутренних дел Российской Федерации оказывается 24 государственных услуги, из них уже 12 в электронном виде. Поэтому сейчас можно из дома, находясь на службе, на работе, имея под рукой небольшой компьютер и выход в сеть интернет, можно записаться и подать заявление. К примеру, на замену паспорта, на выдачу, загранпаспорта, поставить машину на учет. Буквально с сегодняшнего дня можно, перечень услуг еще через МФЦ добавился, можно заменить водительское удостоверение. Мы приветствуем это начинание и хотим, чтобы это начинание продолжалось. В основе своей нас интересует, и мы хотим, чтобы больше граждан и города Сочи, и гостей города Сочи пользовались порталом госуслуг в электронном виде. Именно то, чтобы не стоять в очередях, не тратить... То есть преимущество электронной очереди в том, что все можно сделать, не выходя из дома. Не надо не ехать, не затрачивать время на дорогу, не какие-то финансовые средства, чтобы попасть в ту или иную организацию. Вот у меня, как обычного обывателя, беспокоит, интересует вот такой вопрос. Сохранятся ли те данные, которые я ввела на сайте, ну, например, в том случае, если произошел какой-то сбой в сети, моргнул свет? Я понял ваш вопрос. Данные при заполнении, когда уже появится в интернете, появится уже на экране то, что ваша запись успешно принята, после этого ваши данные никуда не денутся, они останутся на базе данных. А можно ли быть спокойным за то, что то время, которое я указала на сайте госуслуги, останется именно за мной, что меня примут именно в это время? Конечно. Механизм отработан. И если вам назначено время, и вы в это время приходите, вы можете даже не подходя к какому-то из окошек, или вас пригласят даже по микрофону, по громкой связи, пригласят пройти к такому-то окошку. Конечно, это сохраняется. Ну, это здорово. Ну, тогда давайте уже по порядку. С чего начать, чтобы стать пользователем онлайн услуг полиции? Ну, как первое, то, что я уже говорил, это надо, чтобы был непосредственно компьютер и с выходом в сеть интернет. После этого, заходя на портал госуслуги, госуслуги.ру, появляется запись зарегистрироваться. Проходит регистрация, вы вносите свои непосредственные данные из паспорта, после чего вам приходит пароль доступа. Но, чтобы подтвердить свою учетную запись и получить ко всем госуслугам доступ, необходимо в МФЦ, в пенсионном фонде получить пароль для подтверждения учетной записи. Ну, или проще языком говорят, чтобы сверили ваши данные, посмотрели на вас, на вашу фотографию, вы ли это или нет. И только после этого вам дадут пароль доступа ко всем госуслугам. Я думаю, не будет лишним, если мы еще раз повторим, какие именно госуслуги предоставляют органы внутренних дел в электронном виде? В электронном виде сейчас по линии отделов по вопросам миграции оказываются 18 госуслуг, из них 5 в электронном виде. Есть там и замена паспортов, есть и выдача загранпаспортов. Вот это все ходит в эту пятерку. По линии непосредственно также и по линии МВД есть услуга по добровольному дактилоскопированию. Можно обратиться с заявлением в электронном виде по выдаче справок о наличии от сосудимости. И по линии МВД две госуслуги, это регистрация автотранспорта и выдача водительских удостоверений. Ну, а как быть старшему поколению? Понятное дело, что не все пенсионеры с интернетом на «ты». Как быть им, по-вашему? Многие задают этот вопрос. Если в окружении близких нет родственников, которые бы могли помочь, у нас есть такие и в функциональных, в МФЦ центрах есть, оказывают помощь для регистрации на портале госуслуги, есть такое, оказывают всем помощь. Можете подойти к столу справок, и у них также есть и компьютеры, и выход в интернет, и они помогут зарегистрироваться любому, независимо от возраста, и независимо от или гражданин города Сочи, или просто человек с интернетом на «вы». Алексей Алексеевич, еще один такой вопрос. Сегодня достаточно часто работодатели просят у потенциальных работников справку об отсутствии судимости. С этим вопросом тоже к вам? Есть такая государственная услуга по линии МВД, это добровольная государственная дактилоскопическая регистрация. Можно ее пройти также. Подать заявление в электронном виде, в назначенное время, когда назначат приехать, в отдел полиции, и сейчас, в данный момент, все это будет оказываться в отделах по вопросам миграции, и, пожалуйста, пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию. В отделах полиции можно получить такую справку, в МФЦ, но удобнее всего, конечно, в электронном виде. Единственное, свои данные необходимо нести на портале госуслуг. И более того, даже где вы предпочтете получить эту справку о судимости, вы можете написать, и в назначенное время, в указанное время, вы придете, и вам просто выдадут справку о наличии от судимости. Ни в очередях не стоять. Опять же, это очень большое удобство, ни выезжать куда-то, ни стоять в пробках. Поэтому, я думаю, что очень положительный момент получения государственных услуг в электронном виде. Во всех отношениях. Практически, наверное, да не практически, а минусов нет. Есть одни плюсы. А еще мы знаем, что не так давно полиция разработала и запустила специальное мобильное приложение для смартфонов, при помощи которого со службой 02 можно связаться буквально в два клика. Как эта функция себя зарекомендовала? Хорошие функции, очень хорошие функции, когда гражданину, человеку угрожает что-то на наших темных улицах, или бывает попадает в неприятную ситуацию. Именно вот это приложение служит для того, чтобы связаться, а тем более, что в нашем городе очень много гостей, бывает в летний период. С помощью этого приложения можно связаться с ближайшим отделом полиции, пунктом полиции, назвать свое местонахождение, и к вам незамедлительно, естественно, выйдет помощь. Сейчас, более того, более того, прорабатывается вопрос о том, чтобы человек, обратившийся к этому приложению, место расположения этого человека в городе можно было определять, чтобы не уточнять, потому что бывает, что ситуации, когда что-то говорить и определить, где находится гость города Сочи, очень тяжело. И сейчас к этому приложению, наверное, буквально в скором времени будет то, что на карте можно определить, в каком районе города он находится, местонахождение его, чтобы помощь, опять же, повторюсь, незамедлительно приехала на место происшествия, место преступления. Я думаю, что в скором времени это будет все налажено, и сотрудники органов внутренних дел будут приезжать и на помощь очень быстро. Здорово. И в конце беседы не могу не поинтересоваться и не спросить о дальнейших планах по популяризации госуслуг. Какие новшества для нашего же удобства нас ждут? Сейчас новшества будут следующие. Наверное, буквально со следующего месяца или с этого месяца мы будем выходить также и в эфир будем выходить. В транспорте, в самом, в интернете очень сильно популярируются госуслуги. Такой могу пример провести. Многие, конечно, слышали о том, что существует такой портал госуслуг, можно в электронном виде получить и документы какие-то заказать, и заявления написать. Вот, а когда говоришь, например, про гектар земли на Дальнем Востоке, тогда они сразу реагируют, говорят, а, мы это знаем. Поэтому популяризация госуслуг, информативность по этой популяризации она идет ежедневно. Мы стараемся довести до жителей города Сочи, для гостей города Сочи всеми методами, всеми информационными каналами, чтобы люди владели этой информацией и могли пользоваться, тем самым себе немножко упрощали этот процесс. Однозначно. Алексей Алексеевич, спасибо вам огромное за беседу и за такую нужную и важную информацию. Напомню, гостем нашей программы сегодня был заместитель начальника отдела информационного обеспечения штаба УВД по городу Сочи Алексей Шубакин. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города. И до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok